Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами прогулку по МЦД-4 и добрались до его центрального участка. В прошлом видео мы с вами закончили на станции Поклонная и перешли сейчас на станцию Кутузовская Московского Центрального Кольца. Я нахожусь сейчас в торце последнего вагона. Вот этот путь в сторону станции Деловой Центр идет. И здесь ведутся строительные работы. Вот этот путь, где написано остановка первого вагона, следующая станция Лужники. И вы видите вот здесь строительные работы, как раз-таки связанные с МЦД-4. Здесь как раз-таки пройдут пути для этого диаметра и устремляются они вот туда, вот под Кутузовский проспект. Здесь две станции будут проходить параллельно к Московскому Центральному Кольцу. Сейчас вы увидите некоторые кадры, которые я снял при подъезде сюда. Это кадры, снятые от Лужников до Кутузовской. Дело в том, что там находится важный объект. Вот сейчас вы видите пути киевского направления и эстакада, который вы видите, точнее путепровод, он является путепроводом для МЦД-4. Слева пройдут пути для дальних электричек, а те пути, которые проходят под путепроводом, сейчас в будущем будут разобраны и переданы под дорогу. Итак, мы с вами перебрались на другую сторону платформы Кутузовской Московского Центрального Кольца и здесь есть достаточно интересный объект. Дело в том, что вот это строительство, это как раз-таки новая станция Кутузовская МЦД-4. Она будет с боковыми платформами, вот эта платформа в сторону железнодорожной, вот та платформа в сторону Апрелевки. Здесь также строится рядом переход на МЦК и также вот туда будет переход еще и на Филевскую линию. Строительные темпы ведутся достаточно активно и в целом я думаю, что здесь уже большая часть платформы готова и можно будет ее запустить как раз-таки к сентябрю, как это и планируется у нас. Сейчас мы с вами отправимся дальше в сторону делового центра и проедем как раз-таки через Москву-реку. Там уже достаточно давно готов мост через пути, точнее через Москву-реку. И вот, кстати, сейчас справа от нас вы слышите поезд Филевской линии и здесь, напомню, будет пересадка между МЦД-4, МЦК и Филевской линией. Итак, я на самой зеленой станции Московского Центрального Кольца на деловом центре и здесь также в будущем будет пересадка на МЦД-4. Вот тут вы видите строящуюся станцию. По последним данным она будет называться Тестовская, хотя я все-таки считаю, что ее правильнее назвать деловой центр, так как ближайшая пересадка у нее как раз-таки на деловой центр Московского Центрального Кольца. Здесь пересадка будет примерно такой же, как на Кутузовской. Здесь нужно будет, получается, для пересадки спуститься вниз с той платформы и подняться вот где-то здесь на МЦК. Вот здесь уже готовится в целом проход. Эта станция будет полностью крытой, с боковыми платформами. Пути проходят вот там, если вы видите, вот здесь они за зеленой стенкой проходят. И в целом дальше здесь начинается та самая легендарная эстакада, которая будет самой высокой эстакадой для поездов в Москве. И мы ее с вами увидим уже со станции Шелепиха. Но здесь мы еще чуть-чуть задержимся. Дело в том, что нужно сказать о том, что помимо пересадки на Московское Центральное Кольцо у станции Тестовская, на МЦД-4 будет также пересадка на Тестовскую МЦД-1, которая находится вот там, вы видите, путепроводы. И под ними проходят как раз-таки поезда белорусского направления. И там как раз-таки чуть-чуть правее находится станция Тестовская МЦД-1. Пересадка там будет чуть менее удобная, чем здесь, вроде как даже наземная. Но это мы посмотрим уже при открытии, потому что отсюда, к сожалению, это понять невозможно. А ближе тут подобраться тупо невозможно. И также здесь будет пересадка на станцию Международная Филевской линии, но это ответвление Филевской линии в Деловой Центр. Также здесь в целом, я думаю, что сделают возможность наземной пересадки на станции Деловой Центр Солнцевское и Временно Большой Кольцевой линии. В будущем это будет Рублево-Архангельская линия. Но в целом мы посмотрим, как это будет. А сейчас мы с вами переносимся на Шелепиху, откуда я вам покажу эту огромную эстакаду, которая свяжет МЦК и белорусское направление. Итак, вот я на станции Шелепиха, и здесь отсюда прекрасно видно эту эстакаду. Вот она проходит. Получается, вот в том направлении находится станция Деловой Центр. Ее даже частично отсюда видно, но на самом деле вам, я думаю, будет это не очень хорошо видно. И получается, что с правой стороны от пути МЦК, если смотреть, вот как сейчас направлена камера, эта эстакада перегибает МЦК, проходит над частью съезда третьего транспортного кольца и уходит вот в том направлении, в сторону белорусского направления. Надеюсь, сейчас у меня было хорошо слышно. И там эта эстакада пристыковывается примерно к месту расположения разветвления экспрессных путей белорусского направления и обычных путей белорусского направления. Там будет построена развязка небольшая, и потом эти все пути придут к станции Беговая, куда мы в целом сейчас с вами и перенесемся. Но параллельно планируется то, что будет на этом участке в районе соединения как раз-таки этой эстакады белорусского направления станция Ермаковой рощи. И я не знаю, насколько точно она будет или не будет, но то, что будет станция Беговая, это точно. Поэтому сейчас мы с вами туда и отправляемся. Беговая – остановочный пункт белорусского направления Московской железной дороги в городе Москва. Относится к линии МЦД-4 и белорусскому направлению. Расположен возле Ваганьковского путепровода, развязки Третьего транспортного кольца и Хорошевского шоссе. Вблизи находится Ваганьковское кладбище и московский ипподром, от которого и пошло название местности «Бега», давшее название железнодорожной платформе. В декабре 2022 года эти платформы были закрыты и построены временные на время реконструкции, целью которой является строительство одноименного остановочного пункта для МЦД-4. Является пересадочной на станцию «Беговая» Московского метрополитена Таганско-Краснопресненской линии. Итак, я на станции «Беговая», но текущая расположенность станции «Беговая» МЦД-1 там с вами не так интересно. Давайте сразу заглянем на Харклор. Сейчас вы видите станцию «Беговая» Московского метрополитена, станцию Таганско-Краснопресненской линии. Мы находимся с вами в выходе номер 5. Современная станция «Беговая» МЦД-1 располагается вот здесь внизу, ее даже практически не видно. И сейчас она представляет из себя временную деревянную платформу, точнее две боковые платформы, с которых отправляются поезда как до белорусского вокзала, так и по белорусскому направлению. Ну и по МЦД-1, соответственно. Ранее станция «Беговая» находилась вот здесь. Здесь даже на карте видно, что вот это вот платформы. И сейчас они находятся вот в таком состоянии. Дело в том, что станцию «Беговая» будут перестраивать. Точнее уже это делают. Здесь вместо двух боковых платформ появятся две островные платформы, которые будут смещены друг относительно друга, и на них будут останавливаться поезда первого и четвертого диаметра. Сейчас этот процесс активно ведется, и вы можете видеть то, как он идет, собственно говоря. Вот здесь у нас находятся строительные работы, и все строительные работы находятся прямо от Хорошевской эстакады, которая у нас вот здесь, это третье транспортное кольцо, и вот оттуда до входных светофоров по станции Москва-Белорусская. Здесь активно расширяют пространство, и сейчас в основном занимаются демонтажом старых платформ, но уже в ближайшее время, я думаю, что начнут возводить и новые платформы. Точнее, они, я думаю, что будут даже на месте старых. И здесь, я думаю, то, что даже место, на котором я сейчас стою, тоже будет перестроено, так как здесь нужно очень много всего расширить, и под пути белорусского направления их в целом нужно перенести чуть-чуть левее, потому что поезда МЦД-1 здесь должны оказаться левее, чем поезда МЦД-4. А вот примерно на том месте, где сейчас проходят пути, то есть вот здесь, будут как раз-таки проходить четвертый диаметр, а вот здесь будут как раз-таки проходить и первый диаметр. И как-то здесь будут вмещены платформы. Белорусский вокзал. С 1870 по 1871 Смоленский, с 1871 по 1919 Брестский, с 1919 по 1917 Александровский, с 1917 по 1922 снова Брестский, с 1922 по 1936 Белорусско-Балтийский. Пассажирский терминал станции Москва-Пассажирская-Смоленская, один из 10 вокзалов Москвы, расположен на площади Тверской заставы. Белорусский вокзал имеет 6 пассажирских платформ и 11 путей, включая 7 тупиковых и 4 проходных на Алексеевскую соединительную ветку. Пути в сторону белорусского направления отходят на запад, а в сторону Алексеевской соединительной линии к Савеловскому направлению на север. Входят в состав московских центральных диаметров линий МЦД-1. Итак, вот я на станции Белорусской или же Белорусский вокзал, как кому удобнее, так и называйте. И эта станция сейчас находится в строящемся состоянии. Здесь не так давно открыли новые островные, точнее новые просто платформы, вот та платформа боковая для поездов из Москвы. На ней будут останавливаться поезда МЦД-4 в сторону Апрелевки. Платформа, на которой я сейчас нахожусь, деревянная, но дальше она продлена постоянной платформой, точнее наоборот, постоянной платформой продлена временной. Дело в том, что там еще не все успели доделать в центральной части той платформы, и по факту от постоянной платформы используется лишь небольшая часть. Этот путь, вот тот 15-й, этот 14-й, там два пути не используются сейчас, будут использоваться чуть-чуть позже. Здесь появится еще одна боковая платформа для поездов МЦД-4 в сторону железнодорожного, а та платформа, на которой я сейчас нахожусь, будет останавливаться поезда МЦД-1 по вот этому пути до Лобни, а вот с этой стороны будут останавливаться поезда МЦД-4 до Апрелевки. Вот там вы видите впереди строительные работы, здесь будет подземный пешеходный переход под всеми путями, и он также будет связан и с выходами из метро. Сейчас его активно доделывают, и именно из-за этого здесь платформа продлена временной деревянной. Но в будущем все платформы будут выглядеть вот таким, и иметь вот такой вот дизайн. Сейчас мы с вами дойдем до того, что там сделали временное. Вот в этом месте заканчивается часть постоянной платформы, и в том месте, где будет переход, сделали вот такую вот временную конструкцию. На месте бывшего пути мы проходим с вами по вот такому тоннелю, который сделан как деревянная платформа. Слева от нас продолжаются работы, вы их активно слышите. Здесь все сверху, справа и снизу все изолировано. То есть отсюда смотреть, как ведутся работы, не представляется возможным. Сейчас на станции Белорусский вокзал нету турникетов. Они появятся, когда появится, собственно говоря, подземный переход, и та временная конструкция, которая есть сейчас, будет закрыта. Мы сейчас с вами пройдем на другую часть постоянной платформы, на которой поезды не останавливаются, но она, тем не менее, все равно готова. Вот, то есть мы обошли с вами место, где ведутся работы, и вышли на другую часть. Вот, собственно говоря, здесь будет находиться вестибюль, а вот эта часть платформы будет использоваться, когда здесь, сюда, собственно говоря, собственно говоря, достает центральную часть. То есть сейчас здесь поезда не останавливаются. Вот нам навстречу идет Аэроэкспресс. С той стороны сейчас тоже должен пойти Аэроэкспресс. Вот там вы видите платформу, на которой долгое время останавливались поезда. Сейчас она не используется. Здесь ранее было реверсивное движение поездов, только вот по вот этому пути. Потом, 10 мая у нас, получается, открылся реверс по пути, который находится левее. Сейчас я вам его скажу. Вот по вот этому пути здесь был реверсивное движение, собственно говоря, по нему, а потом, буквально через несколько дней, открылся и второй путь, и сейчас реверсивного движения на первом диаметре нет. И вот мы с вами дошли до еще одной временной конструкции, которая сейчас здесь находится. Вы видите здесь лестницу. Ее быть не должно. То есть здесь платформа должна будет закончиться, и вот эту всю конструкцию, я так понимаю, что уберут. А эта лестница ведет к нам внутреннюю путь и провод, с которого сейчас осуществляется выход на платформы. И для того, чтобы, собственно говоря, нам попасть на платформу, нам необходимо спуститься с этого путь и проводить, и приложить тройку к валидатору, и пройти дальше в ту часть, где мы с вами начинали этот кадр. Ну что ж, и на этом сегодня все. Мы с вами прошлись по участку МЦД-4 от Кутузовской до Белорусского вокзала, посмотрели на все станции. Напишите в комментариях, что вы о них думаете. Обязательно ждите следующую часть. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Подпишитесь на канал. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok